У вас будет 5 минут, чтобы рассказать и показать, что мы сделали за эти 24 часа. Итак, встречаем аплодисментами команда Афифа Дэйн. Всем привет. Первый по поводу названия команды. Чтобы у всех было радостное настроение, мы решили выбрать эту картинку. Женя, следующий. Значит, наша команда. У нас есть два самых красивых дизайнера. Это Алина и Таня. Таня здесь, Алина на подходе. Есть мощный программист Женя. Женя, стань, чтоб тебя все ездят. Женя любит спектр. Компьютеры, назначенные вычисления. Ну и менеджер покупает сами. Женя, следующий. Значит, наш проект. Наш проект – это чат-бот консультант для страхования. Здесь рассказывают какие-то высокие темы. Про DAO, еще что-то. У нас простой проект. Мы помогаем людям разобраться в страховании или если с ними что-то произойдет. Женя, следующий. Какие мы используем технологии? Telegram, Node.js, JavaScript. Это все, кто знаком с IT, наверное, понимает, о чем это речь. Значит, где наша платформа работает? На телефоне, на дистопии и на любом сайте, где это можно встроить. То есть оперативный сайт, интернет, интернет-портал, где угодно. Так, что мы сделали? Значит, расскажу про свитч, который был со мной, когда я был в Индии. Мне нужна была помощь, и у меня нет ни в сим-карте, я оказался в Индии, и мне нужна помощь. У меня есть Telegram на телефоне. Я пишу военцикловую компанию, и они мне в Telegram отвечают, и нашли мой полис. В общем, все круто, дали мне телефон, но там был человек. Что мы придумали? Есть ряд вопросов анализированных, которые там. Ну, номера телефоновской компании, ближайший офис, какие-то продукты. Это можно анализировать и использовать давным-давно уже известную штуку через чат. Что мы сделали? Мы написали чат-бота, который, если вы обратите внимание, он задает три простых вопроса. Ну, допустим, идет речь про ситуацию. Если вы собираетесь за рубеж, это одна ветка автомобиля. Если вы собираетесь, допустим, обезопасить автомобиль, это второй. Ну, и, допустим, хотели какую-то расширенную страховку через его здоровье. Женя, следующий. Также этот же консультант можно использовать как консультант из какого случая. Если человек, допустим, упал, или если у человека затопил квартиру, он заходит в Telegram, отвечает на вопросы и по диреволу состояния он заходит до телефона конкретно менеджера, или до, если это идет речь, Женя, следующий слайд, до расчета калькуляторов, ну, то есть будет там какие-то даты рождения или какие-то параметры автомобиля, и, ну, система говорит, свой продукт будет стоить там что-то денег. Женя, следующий. Какая фишка, которую мы придумали, это геолокация, то есть в Telegram есть возможность передавать координаты и по этим координатам давать какую-то обратную связь. Ну, допустим, если человек там попал в аварию, он отправляет геолокацию, и ему присылается, ну, к примеру, ближайший офис или присылается там сад. Ну, в общем, происходят какие-то манипуляции с его геопривязкой. Следующий. Как на всем этом деле можно выработать? Следующий. Значит, принципиально мы разделили консультанта на две составляющие. Первый – консультант, который работает числе на строковую компанию, конкретно, на строковую компанию. И другой – это консультант, который для людей, он никак не связан со строковой компанией. Вот этот слайд – это как раз про то, как заработать в рамках строковой компании. Ну, мы здесь общались, и до нас дошла информация, что BIP2Systems вступили в API. То есть, как это можно применить? Можно написать BOD, используя API BIP2Systems, который будет снимать какие-то первые потребности страховой компании. Консультирование, продукты, ну, что-то такое, первичную информацию, которую можно сделать, взять и забить BIP2Systems. То есть, BIP2Systems, она, получается, там, в ней состоит, ну, 12, там, 15 компаний, вот, а чат-бод, он будет везде один, то есть, унификация, ну, и не тратится время на заработку, а как, ну, а BIP2Systems это может продавать. То есть, вы хотите чат-бота? То есть, тысяча долларов, и у вас там появляется чат-бот там в Телеграме или на сайте. Второе, это создание бота для страховой компании, если мы имеем доступ к внутренней ERP-системе. Ну, это, естественно, продукты и риски. То есть, если мы запартнерились с компанией, мы говорим, ребят, мы там вам напишем классного бота, и вы можете его использовать. Это будет столько-столько стоить. И плюс привлечение экспертов, и, ну, в общем, какая-то активизация под конкретностью. Это второй кейс, как можно заработать. Третий, это арендная платформа для общего конститирования. То есть, создается как чат-борд, и страховым предлагается, допустим, ребята, вы можете заплатить там какую-то арендную плату, и у вас появится комплектант на месяц, на два на три для запуска нового продукта. По основному практику, как не нужно. И третье, это замена стандартных вопросов в колл-центр компании. То есть, для того, чтобы не платить за колл-центр, для того, чтобы отвечать на стандартные вопросы, мы не говорим про экспертные оценки, где там, где нужно андерайтинг, где нужно какие-то экспертные мнения, нет. Стандартные вопросы, которые может делать чат-борд машины, за которые не нужно платить, которые не болеют, и которые доступны 24 на 7 без всяких проблем. Женек, следующий. Так, а второй слайд, это консультант не конкретной страховой компании, а это консультант для человека, который помогает. Помогает найти, допустим, адреса страховой компании. И помогает, ну, первое, это...